Геннадий Башунов Сказал властелин вслух Осталось недолго Используя манипулятор, он подкатил свою кровать к одному из десятков мониторов пульта управления Затем привел тело в полусидящее положение Моргнул левым глазом, вызывая загрузку списка кланов Он пытался сделать это уже полгода Но упрямый Искин, созданный еще предтечей, отказывал ему в этом править Впрочем, именно Искин управлял медицинскими приборами, поддерживающими жизнь 43-го властелина Ней Кому как не ему решать, когда Орел умрет И сегодня список, наконец, появился 00144, статус не выбран 00244, статус не выбран 00344, статус не выбран 00444, статус не выбран И так до самого последнего 13-го клана Замыкало список строка, смысла которой Орел не знал 00 не активен Властелин тяжело вздохнул 13 кланов Он ожидал увидеть 12 Выходит, девчонка Оливера каким-то чудом выжила 13 Все равно это еще слишком много Несмотря на то, что во время последней игры 89 лет назад кланов было 18 А когда-то, по слухам, больше сотни Левый глаз на миг пронзила легкая боль Эту боль, кроме него, сейчас почувствовали еще 13 человек Кто-то сейчас испытывал страх, кто-то предвкушение, кто-то радость И каждый из них осознавал Настало время готовиться к игре Алария! Дочь вошла почти сразу, будто ждала по дверью Стройная фигура, прямая спина, небрежно сложенные на груди руки И абсолютно отстраненное выражение некрасивого лица Они не виделись больше 20 лет, практически с ее рождения Властелин не понимал, какие чувства испытывает его дочь последнюю неделю С тех пор, как он вызвал ее в свою цитадель Возможно, она его ненавидела и радовалась тому, что он, наконец, умрет И Ореул разделял эти ее эмоции Он не заслуживал жизни «Да, отец», — сухо произнесла она, практически не разжимая губ, чтобы скрыть свои кривые зубы «Ты знаешь...» «Знаю, знаю, что если бы я вступила в битву сама Или выбрала хорошего представителя с телохранителями Все кланы ополчились бы на меня Ничего, я амбициозна, но жизнь мне дороже амбиций Рожу сына или дочь, пусть в свое время сыграют они «Ты уже выбрал Агнца на заклание?» «Выбрал, и уже загрузил в него слепок» «Отлично» Алария приблизилась к экрану, хотя этого не требовалось Надпись начала меняться «00144, статус не выбран» «00244, статус не выбран» «10244, выбран представитель, отказ от телохранителей» Ожидание подтверждения «00344, статус не выбран» «00444, статус не выбран» В глазах Ореола потемнело «Так и должно быть, все нормально» «Игра начинается, владыка мира вот-вот сложит свои полномочия» «Мне все равно нужно его формальное согласие» «Да», — отозвался властелин, открывая глаза «И его кровь» Алария развернулась на каблуках и, наверное, впервые за эту неделю показала ему свои эмоции На ее губах играла горькая улыбка «Я не должна была родиться, ведь так?» Произнесла дочь «За твои грехи тебе наверняка должны запретить иметь детей» «Наш клан должен был прерваться на тебе, сорок третий властелин» «Дети», — прошептал Ореол, с трудом сглатывая собравшуюся от волнения во рту слюну «Дети не должны отвечать за грехи отцов» «Весь мир отвечает за твои грехи, папа» «Все, кто выжил на этой помойке, которую ты оставляешь после себя» «А теперь ты выбрал несчастного, которого убьют за них же» «Пусть ради меня и будущего клана, но...» «Неужели тебе его не жалко?» Ореол закрыл глаза и опустил спинку кровати «Нет, что такое одна жизнь по сравнению с миллиардами погибших во время Великой войны?» «Что такое один чужак по сравнению с жизнью одной из его потомков, настоящего продавца грез, чьи предки выигрывали игру четырежды?» «Ты можешь взывать к чему угодно, только не к моей совести» «Она умерла намного раньше, чем умрет мое тело» «А теперь уходи» «С этих пор это место закрыто для всех, кроме властелина, сегодняшнего и того, что придет мне на смену» Алария фыркнула и ушла, гневно хлопнув дверью Ореол остался один Впрочем, на сей раз его одиночество продлилось всего лишь несколько недель необходимых для подготовки всех участников к игре Он вновь приподнял спинку кровати, чтобы ему был виден монитор Список продолжал меняться «00744, вступил в игру, взят от телохранителей 6» «00844, вступил в игру, взят от телохранителей 6» «01144, вступил в игру, отказ от телохранителей» «Старый больной ублюдок Корвелл, сколько бы ты отдал, чтобы убить меня?» «Нет, не надейся, я сдохну сам, при исполненной боли, отчаяния и раскаяния, сам» «Взгляд властелина против его воли возвращался ко второй строке» «10244, выбран представитель, отказ от телохранителей» «Прости меня, парень, но ты должен умереть» «Старый больной ублюдок Корректор Цена л